Кандидаты в президенты отчитались о своих доходах. Центр избирком обнародовал сведения за предыдущие 6 лет. Они опубликованы в интернете, а в Междуреченске готовят к выборам все 48 избирательных участков. На избирательных участках началась подготовка к предстоящим выборам. В Междуреченске их 48. Уже с 25 февраля здесь начнут принимать заявления для голосования по месту нахождения. Подать его также можно через портал госуслуги. После гражданина включат в список избирателей на выбранном участке. В январе лук стал дороже. Данные на сайте Росстата. Подорожал почти на 2 рубля за килограмм по сравнению с декабрем. Капуста за месяц подорожала на рубль 30. Средняя цена в январе 17 рублей 46 копеек. Морковь тоже уже не купите по прежней цене. На 5% подорожали свежие огурцы. Зато дешевле стали молоко, куриные яйца и чеснок. Как пишет Комсомольская правда, за месяц в среднем продукты питания подешевели на 0,16% в нашем регионе. А вот цены на непродовольственные товары выросли на 0,38%. За неделю на дорогах Междуреченск автоинспекторы зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий. Не обошлось без травм. На улице Вокзальная пострадал пешеход. 11 числа утром на улице Вокзальной водитель, управляя транспортным средством, отвлекшись от управления, совершил наезд на пешехода 59-го года рождения, который пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход заставлен в городскую больницу. Обстоятельство данного дорожно-транспортного происшествия говорит о том, что все-таки необходимо убеждаться в безопасности своего движения, даже когда у вас есть приоритет. Московчанка погасила 100 тысяч долга, чтобы вернуть водительские права. Год она не платила алименты на двух дочерей, которых воспитывает отец. Должницу лишили права выезда из страны, а затем и право управления машиной. После этого алименщица сразу погасила весь долг. Фестиваль «Звуки Шори» собрал семь национальных коллективов из Москова и Междуреченска. Мероприятие третий год подряд организует общество коренного населения «Алтын Шор» совместно с Дворцом культуры имени Ленина. Всего артисты представили 17 номеров. Победители определили в номинациях «Вокал», «Игра на народных инструментах», «Театр мод», «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное». Всем участникам вручили дипломы. Кузбасский Дед Мороз покинул свою зимнюю резиденцию в Томской Писанице. Гости музея-заповедника попрощались с дедушкой и помогли ему снять украшения с новогодней елки. Вернется волшебник теперь только в декабре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова